Здравствуйте, я хотела бы рассказать о сеансе, который мне провели гипнолог Якшигуль и Слипер Светлана. Это была очень серьёзная работа, а мастера нашли причины вопросов, с которыми я обращалась. Например, я очень долго искала причины моего лишнего веса, не могла найти. То есть я делала и себе сеансы, и занималась самоанализом. То есть это было как наслоение. То есть я пытаюсь убрать эти слои информации, которые накладываются, но результата как такового на моё тело я не видела. И мастера нашли... Светлана увидела просто вот то, с чем я вообще никогда не связывала. И я даже о человеке об этом не помнила. Это было вообще в школьные годы. И я не знаю, что конкретно делала моя подруга, почему она вот именно вот решила так, скажем так, поиграть со своей судьбой и с моей жизнью. Что это отразилось на моей жизни, на моей фигуре, на моём состоянии, даже на состоянии моего брака. То, что это одно было из множества следствий. И это было просто удивительно. Вообще, обнаружение причины. И Светлана нашла вообще очень многое. Очень многое увидела. Описала вообще очень многое. Одну из жизней нашла, где я согласилась на негативное воздействие на меня. И благодаря девочек за помощь, за то, что убрали все контракты. И убрали вообще того, кто воздействует. Что мне теперь легче. Вообще, ощущение такое вот сейчас, такой благодарности, я записываю, наверное, через час после сеанса. И поток энергии я всё ещё ощущаю. Он не такой мощный, ну, как бы он не сильный, но я его чувствую постоянно. И вообще, это много стоит. Это был вопрос такой про деньги. То, что у меня постоянное какое-то вообще пытаюсь заработать. Делаю, я делаю очень красивые, качественные вещи руками. Ручная работа. И Светлана это увидела, что у меня вот, ну, то есть очень красивые вещи делаю. Но при этом я не получаю, не могу, ну, то есть не было возможности мне их как-то продать. Я пытаюсь их продавать. Я их... Они у меня стоят, но их никто не покупает. Хотя другие вещи в других магазинах... Меня удивляло, что их берут, а мои более дорогие, более... Ну, не более... Более красивые, но даже при скидках каких-то, которые я ставлю, результата мне не приносят. И меня это так вообще удивляло. Ну, вот Светлана увидела причину и изменила ситуацию к лучшему. На тонком плане это... Ну, то есть... Когда бы я вообще пришла к этому и пришла ли, смогла ли прийти к этому в этой жизни без помощи слипера? И если бы я вообще не наткнулась на школу Никиты, где не узнала бы вообще про слиперство и гипноз вот такой, я не знаю. То есть я бы смогла от этого отойти и как-то по-другому свою жизнь построить или нет. То есть у меня постоянно это было как борьба за выживание. Именно вот борьба за выживание, за каждую сумму денег. Если это про деньги. Если это не про деньги, то есть это за каждую у меня вот... За каждую эмоцию хорошую, чтобы она у меня пришла в жизнь, мне нужно было чуть ли не бороться. Чтобы она у меня пришла. Не в том смысле, что я должна её отвоевать, а в том, чтобы я перестроила себя. Потому что я была очень в негативном таком состоянии. И очень долго работала над собой, чтобы получить какие-то результаты. Где-то около пяти лет мне понадобилось для того, чтобы прийти к позитиву в жизни. Но всё равно вот у меня оставалась эта борьба за существование именно по деньгам. И Светлана увидела вот эти причины и увидела... Ну, увидела моё состояние вообще. Я отдельно благодарю за ответы моего высшего «Я» через Светлана. Потому что там была такая инструкция глобальная, как полюбить себя. Как стать более... Как, скажем так, развернуть компас своей жизни на саму себя. Как научиться правильно себя любить. Это вообще очень ценное. Я благодарю, что моё высшее «Я» такой болтливой оказалось. И очень разговорчивая контакт. Я благодарю Светлану и Якшигуль, что вывели на такой контакт с высшим «Я». Что так можно было поговорить и задать вопросы. Благодарю вас.